Всем привет! Германия станет современной иммиграционной страной. Так гласит заголовок на сайте федерального правительства. А значит, грядут новые иммиграционные изменения. И если ситуация с беженцами из Украины до марта 2025 года более не менее понятна, подробнее я об этом расскажу по ходу этой программы, и там есть действительно хорошие новости, то вот о том, чего ждать лицам, находящимся под защитой в Германии с марта 2025 года, нужно еще разобраться. Поэтому хватайте печеньки, наливайте чайок, усаживайтесь поудобнее, а я, как бы сказал и в Украине, занурюсь у безодню немецкого юридичного болота у пошуках цикавой информации для вас. Так вот, друзья, Федеральный совет, Дербундесрад, 7 июля одобрил закон о квалифицированной миграции, Einwanderungsgesetz. Если взглянуть на предысторию, то этот закон на самом деле от 2020 года, а 23 июня 2023 года в него всего лишь были внесены изменения и правки, после которых он стал одним из самых современных иммиграционных законов в мире. Это по мнению федерального министра внутренних дел Нэнси Файзер. Звучит гордо, не правда ли? Но в чем же суть изменений? Если у людей есть профессиональный опыт или личный потенциал, мы позволим им закрепиться на нашем рынке труда, заявила Нэнси Файзер. После завершения парламентской процедуры закон направится федеральному президенту на подпись, а затем будет опубликован в федеральном правовом вестнике. Некоторые из изменений вступят в силу уже на следующий день, другие придется подождать. Закон о дальнейшем развитии иммиграции квалифицированных работников направлен на привлечение еще большего числа квалифицированных специалистов в Германию. Уже сегодня во многих регионах и отраслях есть нехватка хорошо подготовленных специалистов. Количество вакансий в 2022 году составило около 1,98 миллиона. Особенно велик дефицит кадров в сфере здравоохранения и ухода за пожилыми людьми. Насколько я помню, то с начала этого года этой категории существенно повысили почасовую оплату. Но как это улучшило ситуацию, мне неизвестно. Также кадры нужны в детских садах, в сфере услуг и ремесла, на транспорте и на стройках. Эксперты пришли к выводу, что внутренний потенциал Германии путем возвращения в трудовую жизнь пенсионеров и привлеченных неработающих женщин практически исчерпан. Срочно требуется импорт рабочей силы из-за границы. Доля трудовых мигрантов в ЕС и стран за пределами ЕС составляет всего 4%. Причина также известная – это немецкая бюрократия, как же без нее, и недостаточная привлекательность немецкого рынка труда. Да, в Германии требуют работать много, а платят за это, ну, так себе. По прогнозу правительства ФРГ, очередная либерализация иммиграционного законодательства приведет к увеличению абсолютного количества таких гастарбайтеров на 60 тысяч человек в год. И это при том, что Германии в год как минимум нужно не менее 400 тысяч таких работников. Новый закон распространяется в основном на всех трудовых мигрантов, которые не имеют гражданства ЕС и упрощают процедуру получения ВНЖ с целью трудоустройства. Если учесть, что параграф 24 утратит свою силу уже в марте 2025 года, так как его срок действия ограничен всего тремя годами, то для многих украинцев это будет логичным выходом и позволит в дальнейшем закрепиться в Германии на постоянной основе. За счет чего это будет возможно, я расскажу немного позже. А пока немецкая экономика будет нуждаться во многих квалифицированных рабочих, это окно возможностей будет открыто в том числе и для украинцев. Итак, что же конкретно изменится? В будущем иммиграция квалифицированных рабочих будет основываться на трех компонентах квалификация, опыт и потенциал. Основное внимание уделяется концепции квалифицированных рабочих, иностранная квалификация которых соответствует профессиональной квалификации в Германии. Закон снижает существующее пороговое значение заработной платы по голубой карте в ЕС с 58 400 евро брутто в год до 43 800 евро брутто в год и облегчает условия получения голубой карты, особенно для молодых специалистов. Для тех, кто не знает, то голубая карта – блаукарты – это особый вид на жительство для высококвалифицированных специалистов. Любой, кто имеет не менее двух лет опыта работы в профессии и профессиональную квалификацию – это также не менее двух лет обучения на профессию, приобретенную и признанную в стране происхождение, может приехать в качестве квалифицированного специалиста. Этого набора будет достаточно для признания в Германии. И в таком случае анеркенунг – признание для подтверждения вашей квалификации заранее не потребуется. Для людей, у которых еще нет конкретного предложения о работе, но есть потенциал для рынка труда Германии, будет введена так называемая карта возможностей. Критерии включают квалификацию, профессиональный опыт, возможную принадлежность к Германии, возраст и потенциал супруга или супруги, знание немецкого языка на уровне А2 или английского языка на уровне Б2. Добавлю от себя, что последнее, скорее всего, будет касаться IT-специалистов, так как, например, для медицинских работников или работников образования такой низкий уровень вряд ли будет достаточным. Также предоставляется возможность въезда в страну без рабочего контракта для поиска работы в Германии, но при условии, что вы сможете доказать свою платежеспособность и не будете претендовать на социальное пособие в Германии. У вас будет один год, в течение которого можно будет подрабатывать. Мне кажется, что достаточно будет указать 1 000 евро на месяц проживания на одного человека, чтобы доказать свою платежеспособность. Но это все мое лишь предположение. Просители убежища, подавшие заявление на предоставление убежища до 29 марта 2023 года, и которые имеют соответствующую классификацию и предложение о работе или уже находятся в соответствующих трудовых отношениях, могут прекратить процедуру предоставления убежища и подать заявление на получение вида на жительство в качестве специалиста без предварительного выезда и прохождения визовой процедуры. Как заявил министр труда Германии Хубертус Хайль, основная цель этой программы – решить проблему дефицита квалифицированных работников в Германии. Ежегодно на рынке труда не хватает до 400 тысяч специалистов. А также за счет этой реформы предполагают сократить нелегальную иммиграцию и параллельно увеличить контролируемую иммиграцию в Германию. А теперь хорошие новости для получателей временной защиты от войны и для тех, кто планирует переезд в Европу, то есть для граждан стран, не входящих в состав Европейского Союза. Европарламент планирует рассмотреть соответствующую директиву о резидентах, ввести поправки, чтобы установить единые правила получения ПМЖ в странах Евросоюза для граждан третьих стран с целью содействовать их интеграции. Что же касается параграфа 24, то на сегодняшний день нет правовой базы получения ПМЖ по истечению действия этого параграфа. 24 параграф выдается на срок не более чем 3 года, а для получения ПМЖ на сегодняшний день нужно минимум 5 лет пребывания в стране Евросоюза. Кстати, если ваш документ, подтверждающий право на жительство, выдан до марта 2024 года, то вам его проглят еще на один год, если, конечно, война в Украине не закончится раньше. Но если директива будет принята, то в перспективе во всех странах ЕС существенно изменится следующее. Сократится срок проживания, необходимый для получения долгосрочной резиденции, то есть ПМЖ, с нынешних 5 лет до 3. Таким образом беженцы, находящиеся в странах Евросоюза 3 года, смогут претендовать на получение ПМЖ. В эти 3 года будет засчитываться проживание на законных основаниях в любой стране ЕС, а не только в стране получения ПМЖ, как сейчас. В стране, где запрашивается ПМЖ, нужно будет прожить всего лишь один год. В этот срок также будет входить пребывание по студенческим визам, статус временной защиты и другие законные основания. К этой же категории относятся и большинство украинцев, получивших временную защиту от военных действий по параграфу 24, и которые планируют остаться в Европе навсегда. Страна выдачи ПМЖ не будет устанавливать требования по минимальному ежемесячному доходу претендента. Можно будет демонстрировать наличие накоплений, спонсорской помощи третьих лиц и т.д. Каким должен быть сам размер накоплений, на данный момент я не могу ответить. Долгосрочным резидентам ЕС разрешат отсутствовать на территории Евросоюза до 24 месяцев подряд без потери статуса. Дипломы, полученные в любой стране ЕС, будут признаваться по правилам, действующим для граждан ЕС. Дети долгосрочных резидентов получат право автоматически приобретать статус долгосрочного резидента ЕС без дополнительных условий, т.е. также получать ПМЖ. Долгосрочные резиденты смогут свободно жить и работать в любой стране ЕС, а не только в стране, выдавшей резиденцию, а их детям, находящимся на обеспечении родителей, автоматически будет предоставлен такой же статус. Подтверждение владения языком будет ограничено всего лишь уровнем А2. Причем языковые курсы должны будут предоставляться бесплатно. Максимальный срок рассмотрения заявления на ПМЖ составит всего лишь 60 дней с даты подачи заявления. ПМЖ будет выдаваться минимум на 5 лет и автоматически продлеваться без дополнительных условий. И плюс ко всему, такие плюшки, как правовая защита, защита от дискриминации, социальное и пенсионное обеспечение, равные права с гражданами ЕС и т.д. также будут доступны для лиц, получивших ПМЖ на территории Евросоюза. А у меня на этом все. Я Олег Полищук, а вы на канале Германия в общем и в частности. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, если эта информация была для вас полезна. Я продолжу и далее следить за этой ситуацией и буду по мере необходимости информировать вас о самых важных изменениях. Ну а на сегодняшний день нам нужно четко знать три вещи. Одна шестая часть суши это на самом деле маленькая страна, размазанная по большой территории. Узкие это не народ, а население и Украина обовязково переможе та одразу після перемоги станет членом Евросоюзу и НАТО. А это будет значить, что информация, которую я с вами поделился, станет для украинцев уже неактуальна. З вірою в перемогу на всех рівнях всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok